Рай для фотографов. Садка пленила воображение участников международного фотофеста дерзким сочетанием промышленных пейзажей, сталинского ампира и великолепных видов природы. Всемирная слава маленького южноуральского городка еще впереди. Мгновения навеки, остановившиеся благодаря десяткам фотокамер, украсят собой выставки и войдут в художественные альбомы. Садка, празднующая в этом году 260-й день рождения, прежде всего поразила гостей чистотой, европейской ухоженностью газонов, радушием горожан и невероятно богатым материалом для профессиональной съемки. До этого фестиваля я вообще понятия не имел, что вообще Садка существует. Я здесь много раз бывал в Челябинской области, везде меня везли, гулял. Но вот эту же мчужину от меня хорошенько скрыли. Контрастность интересная, тут и архитектура очень интересная. И тут, я говорил, готовые декорации для фильмов, для фотографа, для творчества человека, для киноматографа и телевизионщиков – это рай. Все подготовлено было со стороны принимающей идеально. То есть куда бы мы ни приехали, нас всюду ждут, готовы показать все, чем они гордятся у себя. Фотографии, снятые здесь, они разойдутся, так сказать, по всему миру. Фотография посол мира любит повторять Владимир Богдановский. Лучшие снимки с фотофеста войдут в специально изданный альбом. Будут представлены на выставках и в галереях. Я участвую с 2010 года. Каждый год не пропускаю. В этом году у меня прошла фотография «Виртуоз». Это спортивная тема, жанровая номинация «Лыжник в воздухе». Гульнара Самойлова, фотограф агентства Associated Press, родилась в Уфе. Последние четверть века живет в Нью-Йорке. Признается, белые фартуки выпускниц, Ленин на площади и дореволюционные церквушки воспринимаются уже как экзотика. Меня пригласили первый раз, и мне очень интересно, очень нравится. Я была в фотофесте в Хьюстоне буквально пару месяцев назад. Я люблю отступить и позволить жизни просто развернуться перед моими глазами. Николай Кувшинов – профессор кафедры графики в университете и четырехкратный победитель фотоконкурса «Бест оф Раша». «Я вот со своей стороны постарался снять добрые снимки. Это дети на фоне кабинета старые, новые, молодежь там и так далее. То есть, ну, какие-то панорамные снимки через арочку, что и кабинет виден, и панорамка. Понимаете, классик сказал, доброта спасет мир. Я все время действую по этому принципу. Я очень люблю городские снимки. И причем стараюсь в этих городских снимках соотнесеть со своим вторым любимым стилем – это минимализм». Садкини с Артем, несмотря на молодость, тоже уже может похвастаться первыми местами на фотоконкурсах. Впрочем, в последние пару лет снимал только коммерческие заказы. Для души поработать времени не было. «Благодаря фотофесту получилось выйти и нормально окунуться полностью в творчество, как говорится, с головой. Так что хочу сказать то, что… Блин, это клево». В марафон под участием «Один день из жизни садки» включились все 80 участников фотофеста. А горожане невольно стали героями снимков, которым, возможно, суждено войти в золотой фонд фотографии. Юлия Алексеева, Кирилл Данько, СТС «Челебенск».